Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и, как и всегда, продолжаем говорить и разбирать основные фундаментальные события и инфоповоды, которые запомнились и оказали влияние на динамику финансовых активов. Начнем сегодня по старинке и уже устоявшейся традиции с нефтяного рынка. Бренд на текущий момент котируется на отметке 61.34. Лихо мы восстановились. Можно сказать, что недолго музыка играла на стороне продавцов. Мы допускали, что локальное снижение оно таковым и останется. Очень быстро покупатели перехватят инициативу, потому что при всем прочем фундаменте, на котором ранее ликовали продавцы, был сдерживающий, компенсирующий и разгоняющий уже восстановительную тенденцию фон в виде и остается, кстати, предстоящего самого громкого, возможно, IPO и энергетического сектора последнего времени. Речь идет об IPO Saudi Aramco. Уже совсем скоро мы узнаем цену размещения. И, как вы помните, наверное, я делаю акцент на это фактически каждую неделю, что 11 декабря, соответственно, Saudi Aramco будет котироваться через свои акции на ближневосточной бирже. Мы, безусловно, друзья, будем следить за этим. До этого очень важно понять, в каком состоянии энергетическая конъюнтура подойдет к этому размещению. И, судя по всему, мы уже видим, что рынок готов к тому, чтобы поднять котировки выше. Про прочий фундаментальный фон, он же негатив. Сейчас, я думаю, может быть и не стоит говорить, но повторяю, друзья, что буквально день назад мы с вами ждали данные по запасам. Прогнозировалось, что запасы могут вырасти на полтора миллиона. Разумеется, если бы это произошло, то, возможно, бы на котировке о нефти давление бы усилилось. Запасы выросли, но меньше, чем прогнозируется. Поэтому прогнозировалось, поэтому, может быть, и логичная динамика в виде восходящего импульса. Следующее важное событие для нефтяного рынка – это двухдневная венская встреча стран ОПЕК+, участников энергетического пакта. Она состоится 5 декабря. То есть, фактически до того, как мы узнаем результаты IPO, значит, если допустить, что Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, будет пытаться манипулировать котировками в собственных интересах, потому что важно сейчас добиться высоких цен, значит, 5 декабря мы станем свидетелями жесткого такого и активного лобби со стороны саудитов того, что сделку энергетического пакта нужно ужесточать. Например, продлить сроки – это как одна сторона медали, а с другой стороны можно и изменить квоты, снизить их. Если, скажем, эти комментарии станут определяющими, если позиция Саудовской Аравии все-таки будет услышана представителями энергетического пакта и те согласуют еще больше ограничения производства нефти, то тогда сначала на одних лишь ожиданиях, а потом уже полфакту котировки начнут неплохо ролировать, потому что, друзья, если страны ОПЕК снизят объемы нефтедобычи, это автоматом уберет с рынка тот негативный фон, связанный с перепроизводством сырья, о котором я говорил всю неделю. Соответственно, у нас получается, что сейчас мы ориентируемся на предстоящие IPO, мы ждем определенных действий со стороны Саудовской Аравии и верим, что котировки Brent вполне могут добраться до 65 долларов за баррель. Доллар иена 108.53, здесь ситуация особо не меняется, вялая динамика, друзья, но ничего я не могу поделать, я лишь повторяю, что сейчас очень много факторов, указывающих в пользу того, чтобы пара оснижалась. Напомню, что накануне Трамп отметил, что США готовы будут вести пошлины дополнительно, если не будет прогресса в переговорах. И после того, как Сенат поддержал действия протестующих в Гонконге, и это вызвало серьезный негатив со стороны Пекина, я думаю, что прогресса, наверное, даже и не будет. Также под занавес вчерашнего дня рейтер сообщили о том, что переговоры фазы номер один, под которые, скажем так, должны были подписаться и Китай, и США до конца этого года, скорее всего, перекочуют на 2020 год, друзья. И мы останемся с вами вот в этой неопределенности торговой войны, как и чем она завершится, будем уже говорить об этом снова и в 2020 году. Ну а сейчас это риск, разумеется, для мировой экономики, фактор спроса на защиту, к которой относится японская иена. В данном случае не хочу сейчас снова говорить про потенциал снижения американской валюты из-за тех критических нападок со стороны Трампа в адрес Федрезерва и того, что Джером Пауэлл фактически признал готовность к дополнительному стимулированию. Вы это, друзья, все знаете. Поэтому я бы не стал сейчас торопиться с длинными позициями. И вообще, пока пара уверенно держится ниже 109, думал только лишь о коротких позициях. Евро против доллара 1,1075. Очень важный завтрашний день, потому что нам сейчас важно разобраться с позицией Кристины Лагард, которая является новоиспеченным президентом Европейского Центрального Банка. Она выступит в пятницу в Франкфурте на конференции. Я думаю, что коснется монетарной политики. Ну а первая ее пресс-конференция после решения ЦБ по ставкам придется на 12 декабря. Друзья, я думаю, что декабрь будет очень жарким месяцем. Поэтому обращаю ваше внимание, что нужно, конечно же, сейчас копить силы к крайне волатильному заключительному месяцу текущего года. Я же со своей стороны буду держать вас в курсе. По евро-доллару короткие позиции в приоритете. Американский фондовый рынок S&P 3100 пунктов. Акции оказались под давлением, опять же, из-за риска того, что первая фаза переговоров, как я уже отметил, будет плавно, плавно перейдет в 2020 год. Американский фондовый рынок из-за этого просел. Но сегодня, опять же, мы видим развитие восстановительной динамики. Друзья, очень неясные перспективы американского фондового рынка. Единственное, что можно сказать, американская фонда растет на всем. И на позитиве, и на негативе. Даже если мы наблюдаем коррекцию, она непродолжительная. Я понимаю, что что-то здесь неладное. Я пытался уже несколько раз торговать через короткие позиции, но всегда обжигался. Не буду давать сейчас какие-то конкретные рекомендации. Просто, если вас интересует, как лучше действовать по американскому фондовому рынку, лучше искать хорошие уровни для продаж. Длинные позиции, на мой взгляд, очень рискованные. Доллар канадец 1.3305. Судя по всему, к нашей заветной цели в районе 1.34 мы доберемся раньше, чем планировали. Сейчас все сходится в пользу того, чтобы канадец оставался под давлением. Это выступление Каролины Вилкинс. Мы помним, что она хоть и отметила силу канадской экономики, но признала негативное воздействие на нее из-за глобальных рисков замедления роста и торговой войны. В частности, после комментариев Каролины Вилкинс, вероятность того, что Банк Канады снизит процентную ставку, выросла больше, чем на 7%. И, возможно, произойдет это в ближайшие три месяца. Я имею в виду снижение процентной ставки. Плюс против канадца статистика индекс потребительских цен остался на прежнем уровне 1.9%. И базовое, кстати, значение и основной индекс. Это чуть ниже цели в 2%. До этого мы получили слабые данные по промышленному производству. Минус 0,2%. Снижение в позапрошлом месяце на 0,6%. То есть здесь тоже тотальный спад и фактическая рецессия промышленного сектора. Я думаю, что об этом не нужно забывать. Сегодня в 16.40 выступление Стивена Полоза, который является руководителем Банка Канады. Я думаю, что повторил он риторику Каролины Вилкинса. Скорее всего, даже она повторила то, что собирается озвучить Полоз на своем выступлении у канадца. Снова будут большие проблемы. Поэтому ждем пару на отметке 1.34. Австралийс против доллара 0.67.97. С выжиданием и снижением процентной ставки, поскольку сигнал об этом был дан на протоколах в ходе этой недели. Поэтому цели 0.65-0.66 сохраняются. Фунт против доллара 1.29.26. Предлагаю сделку сет-стоп с уровнем 1.28.90. Следим за тем, как меняется поддержка консерваторов и либаристов. За тем, какой процент они могут получить на выборах 12 декабря. Но пока что какие-то выводы делать еще преждевременно. Я считаю, что о рисках говорить все еще можно политических. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...